Здравствуйте, Игорь Викторович. Сегодня хочу пригласить вас к разговору о новом политическом сезоне, о рисках социальных и экономических, о кризисе глобальном в экономике, ну и в некоторых головах отдельно взятых индивидуумов, да, тоже кризис бывает. Начать хочу все-таки, если с нового политического сезона, вот совсем недавно наткнулась на такую цитату Бричалова, сопредседателя ОНФ и секретаря общественной палаты, где он сказал, что у президента страны Владимира Путина две опоры, счетная палата и ОНФ. Вот вы, как яркий представитель Единой России в преддверии нового политического сезона, как бы прокомментировали, охарактеризовали вот эту ситуацию с некоторым, может быть, таким падением общественного интереса к партии власти или как-то по-другому эту ситуацию оцениваете? Замечаете вы эту тенденцию? Добрый вечер. У президента страны опор много, и чем больше этих опор будет у президента, тем больше будет опор у страны, и тем спокойнее будет чувствовать себя президент, принимая важнейшие и очень сложные, очень взвешенные решения, которые сегодня диктует время и диктует та непростая обстановка, в которой оказалась Россия как вне, так и внутри. Поэтому каким-либо образом оценивать место Единой России в общем значении, наверное, политическом, потому что с точки зрения политической поляны, да, Единая Россия как партия была, есть и будет ведущей политической силой. Будет политической силой, созданной Владимиром Путиным, являющейся его основным политическим ресурсом, и, соответственно, политической силой, которая не только способна инициировать важнейшие решения внутри страны и поддерживать решения президента, но и способны в любой обстановке заручиться доверием большинства граждан, если с нашей точки зрения говорить, то большинства избирателей. Общественная палата, счетная палата, ОНАИФ – это глаза и уши президента, но политическим рычагом всегда будет Единая Россия, потому что это партия, которая… Это партия. У нас политическая структура в стране выставленная так, что за власть, за большинство в представительных, законодательных органах власти и поддерживает главных должностных лиц регионов всегда политические партии. И Единая Россия здесь свое значение никогда не потеряет. Ну, Игорь Алексеевич, вы согласитесь, что сейчас вот раскрутка ОНФ, да, такой значимой общественной силы, она где-то сродни там советскому народному контролю, да, тогда немножко чуть-чуть это было искусственно, как бы на показуху. Сегодня немножечко, ну, ситуация другая и в экономике, и в обществе другая. ОНФ планомерно сейчас стал критиковать региональную власть на местах, да, контролировать наряду со счетной той же палатой. Региональная власть вынуждена либо защищаться, где-то они просто уже говорят о том, что регионы, которые взорвались, говорят, что это устроена просто показательная порка. Вы как вот в этой ситуации оцениваете все-таки место Единой России? Она что будет в этой ситуации делать, чем завлекать? Потому что, ну, на негативе всегда сыграть слегка, да, это я вот про как раз ОНФ. А чем тогда будет брать Единая Россия? Ну, здесь важно понять, что ОНФ и Единая Россия ни на одной поля не находятся. То есть Единая Россия и ОНФ никогда не будут политическими конкурентами. Единая Россия, я еще раз повторяю, это политическая партия, которая имеет право выдвигать своих кандидатов на выборах в любого уровня, которая имеет политическую повестку и которая, по большому счету, борется за власть, как любая политическая партия. ОНФ – это такая структура поддержки президента как высшего должностного лица государства. Это его, еще раз я повторю, это его глаза, уши – это люди, которые очень часто чужды политике. Эти люди, которые поддерживают Путина. В свое время было движение за Путина, может быть, вы помните, да? Вот через некоторое время это движение, оно как бы трансформировалось в некое движение, которое называется Народный фронт. То есть это люди… Общественники. Да, общественники. То есть это люди неравнодушные. Это известные люди, это активные люди. Но это люди, которые как раз не ставят для себя каких-то важных политических целей. То есть у них нет политических амбиций. Как только у них появятся политические амбиции, как только члены ОНФ примут для себя решение выдвигаться, двигаться куда-то по политической линии, они сразу же придут в Единую Россию. И уже Единая Россия этих активных, эффективных, возможно, людей, она уже, так сказать, примет в свои ряды, сделает их, не обязательно там членами партии, но сделает их кандидатами, депутаты там различного уровня и так далее. То есть, по большому счету, это разные уровни, разные сферы, разные сферы деятельности, разные задачи. Большая ошибка считать, что ОНФ есть противовес Единой России или некий конкурент Единой России, как политическая сила. Это важно всем понимать. Я иногда, буквально в субботу в одном мониторинге, там один из помощников губернатора пишет губернатору письмо, говорит, вот в нашем муниципалитете падает рейтинг доверия Единой России и растет рейтинг доверия Народному фронту. Это категорически, это вообще ошибка со всех сторон. Это не весы, это не конкуренты, это не противоположности, это силы, выполняющие различные задачи. И те, и другие действуют в интересах президента. Хорошо, тогда если о конкурентах. Вот мы с вашими предшественниками, гостями, в канун Нового года были вынуждены тоже вспоминать и комментировать ситуацию, которая в законодательном собрании произошла с конкурентами как раз, когда обсуждали бюджет, там была нарушена дисциплина, как потом выяснилось мандатной комиссией, и лидеру КПРФ Куреному не дали слова. Как это было, в какой форме, что там заглушили его браварным маршем, его попытку что-то высказать. Но уже не суть. В общем-то и суть этого конфликта уже по-разному там интерпретировались. Оно вышло уже потом на федеральный уровень, когда губернатору пришлось извиняться перед Зюганом. Вот скажите, такие ситуации, негатив потом с исключением Марины Беспаловой из «Единой России», а потом ее восстановлением, вот такие ситуации на имидж вашей партии, они влияют со знаком плюс или со знаком минус? Или избиратель этого вообще не замечает? Или он заметит это в день выборов, когда проигнорирует эти выборы? Ну, конечно, такие вещи, любые неоднозначные действия, вызывающие неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества, сообщества, которое интересуется, ну, как бы информационного сообщества или там политической какой-то, ну, политический групп, они, конечно, в плюс не играют. И мы понимаем, что «Единая Россия» ошибок такого рода себе позволяет, должна, ну, что сказать, по минимуму. Все мы люди, все мы подвержены эмоциям, все мы иногда сначала делаем, потом думаем. Но, тем не менее, мы должны сегодня, особенно сегодня, очень внимательно следить за тем, чтобы не допускать каких-либо действий, вызывающих хотя бы даже неоднозначное толкование. Не говоря уже о какой-то там отрицательной реакции. И не только, ну, не очень нас интересует, если честно, реакция какой-то узкой группы ангажированных людей. Это могут быть и сторонники какой-то политической партии, это могут быть даже представители так называемого там блогерского сообщества. Мы прекрасно понимаем, что появилась целая группа профессиональных блогеров, которые живут, по-другому они называются, тролли, боты и так далее, которые живут уже сегодня, превратили свою деятельность в бизнес, деятельность по так называемому минусованию, там, либо политической какой-то структуры, либо лично людей. Мы все это понимаем, но мы должны четко понимать, что вести мы себя должны. Мы ведущая политическая сила, и любой представитель этой политической силы должен вести себя очень выверенно, очень аккуратно, очень серьезно. И если со стороны наших оппонентов имеется в наличии как бы нарушение серьезное, в том числе и нарушение регламента, то действовать нужно так, как предусмотрено в регламенте. Ну, к сожалению, или может быть к счастью, включение фонограмм у нас в регламенте законодательного собрания не предусмотрено. Поэтому я не очень поддерживаю такое решение, которое было принято. Но, с другой стороны, я и не поддерживаю постоянное, грубое, хамское, нарочитое нарушение регламента и, по большому счету, игнорирование прав и мнения, подавляющее большинство депутатов законодательного собрания. Поэтому в этой ситуации правых нет, честно говоря. В этой ситуации нельзя принять сторону того или другого. Но, с другой стороны, мы все выводы из этого сделали, и вы их слышали, мы их обнародили, мы их открыты. Эту позицию и губернатор выводы сделал, и руководство законодательного собрания выводы сделали, и мандатные комиссии выводы сделали, и депутаты сделали. Поэтому я думаю, что в дальнейшем таких вещей у нас не будет. В любом случае, у нас расхожая фраза стала «парламент не место для дискуссий», так все-таки парламент – место для дискуссий, просто они должны быть цивилизованными. Парламент – место для дискуссий, если они находятся в рамке правил. Не может быть, особенно в парламенте, не может не быть правил. Все эти правила установлены у нас в законодательном собрании 20 лет, теперь уже с хвостиком. Вот как раз когда юбилей-то это отмечали и сравнивали сегодняшний состав с прежними, говорили, что дискуссии-то иногда тоже были жаркими, но никогда не переходили… Ну, еще раз говорю, я не вижу какого-то там, может, там, катастрофического, каких-то катастрофических последствий даже в этом. Но перед нашими глазами стоят, например, драки в Государственной Думе Российской Федерации. Например, когда один из лидеров политической партии, ведущий лидер, который сегодня является рукопожатным, приглашается на первые там каналы и так далее, он бил женщину, например. Это все было. И когда нас эти же люди начинают говорить, ой, вы знаете, вы там музыку включили, это как бы не очень красиво выглядит, потому что, ну, нечего. Да, да, давайте отойдем. А вернемся к дискуссии. Вернемся к дискуссии. Дискуссия, вот вообще, законодательное собрание – это орган законодательный. И первое, что он должен сделать, это законодательно закрепить те правила, по которым он сам будет работать. И эти правила существуют. Они выстраданы. Они формировались, этот регламент законодательного собрания, это некий свод правил деятельности законодательного собрания, да, он формировался на протяжении всех этих 20 лет. И там есть четко сказано, что если председатель тебе не дает слова, то ты, если ты не согласен с председателем, ты, ну, условно, ты считаешь, что председатель – неверное решение. Единственным твоим действием, как депутата законодательного собрания, является обращение в мандатную комиссию по поводу неправомирных, противоречащих регламенту действий председателя. Никаких прорываний к трибуне, никаких криков при отключенном микрофоне, с обращением на галерку, на котором всегда находитесь вы, да, никаких этих действий регламентом не предусмотрено. Вот смотрите, опять же, почему я спросила про население, про избирателей, да, когда мы вот видим со стороны вот это все, то есть стоит вопрос, есть ли вы между собой депутаты, которые призваны законописать. Жарковато? Нет, нет, нормально, очень уютно. Вот у вас вот такая конфликтная ситуация, из которой вы никак не можете выйти. А вы должны законописать те, по которым мы живем, регион. Да нет, вы поймите, вот зазеркали этой ситуацией, да, вот просто такой абсурд этой ситуации заключается в том, что орган законодательный работает стабильно и спокойно. Закон он принимает, по которым людям придется жить. Большинство находится в здравых руках, в партии «Единая Россия». Партия «Единая Россия» свою ответственность перед населением знает и ее соблюдает. Законы выверяются, на комитетах очень предметно, скрупулезно рассматриваются, и позиции заранее формируются, и т.д., и т.п. Но есть парочка, троечка человек, которых не местом для дискуссии видит парламент. И уж тем более не местом для споров относительно содержания законов. Законотворчества. Да, законотворчества. Это просто трибуна. Это, скажем так, вот человек, либо вот как я здесь с вами сижу, общаюсь, да, можно сделать проще. Не тратить время, не напрягать мозги там, или там договариваться с какими-то не очень удобными журналистами, а просто вырваться на трибуну и одним выстровом убить двух зайцев. Минуту славы. Минуту славы. Вот, вы очень точно сказали. То есть, по большому счету, для этих людей это минута славы. Сегодня, каждый раз, когда начинается заседание законодательного собрания, некоторые наши депутаты из известной партии, они говорят, скажите нам, транслируют ли нас в прямом эфире? Говорят, нет, не транслируют. И они сразу сникают, чувствуют себя как-то очень неуютно, неудовлетворенно. Говорят, ну как же, тогда мы будем вести себя прилично. Вот и все. Поэтому какие дискуссии? Даже о дискуссиях и речи не идет. Это минута славы. Это просто бесплатно, за какой-то промежуток времени тебя покажут сразу на многих каналах. Просто надо сказать громче, хамоватей. А еще лучше вылезти на трибуну. А уж если тебя еще поддерживают музыкальные паузы, ну тогда вообще минуты славы. Ну мы сейчас тоже сделаем паузу, она у нас будет рекламная, потому что без коммерции тоже никуда. Да. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49. Актуальные, достоверные, оперативные. Репортер 73.TV – это максимум информации в разных форматах под острым углом. Ежедневно «Репортер» отражает для вас полную картину жизни региона. Наболевшие темы, экспертное мнение, новости для всех. Это «Репортер». В стиле радиокомпании «Репортер» каждый имеет право на свое мнение. Все самые интересные теперь на сайте www.reporter73.tv Впервые в нашем городе выставка 3D-картин. Под объективом фотокамеры картины буквально оживают. А ты хочешь побывать на Луне, оказаться в пасте у акулы или пройтись по красной дорожке? С 21 февраля ежедневно в ЦУМе с 11 утра до 8 вечера. Итак, продолжаем. Игорь Викторович, вот сказали об ответственности и о том, что непростая сложная ситуация и в регионе, и в стране. Итак, вот на фоне региональных проблем. Да, АС, УАЗ, что больше всего волнует, какие меры могут спасти ситуацию. Потому что, вот действительно, мы привыкли жить за счет природных ресурсов когда-то. Сегодня говорим об инновационной экономике. Но она из ниоткуда не возьмется. Ну, Ульяновская область, к счастью, наверное, не является регионом, который живет за счет природных ресурсов. Несмотря на то, что они какие-то имеются на территории нашей, но Ульяновская область полвека назад, наверное, была сориентирована уже на то, чтобы она была все-таки промышленным регионом. Все-таки регионом, который кует, наверное, промышленную базу, индустриальную базу страны. И поэтому на территории Ульяновской области такие есть гиганты, которые в своей жизни переживали тяжелые времена, очень сложные времена. Вот буквально завтра мы будем праздновать юбилей Ульяновского механического завода, который сегодня является одним из флагманов оборонной промышленности Российской Федерации. Но если вы помните, там лет 20 назад, да, работники этого завода сидели на трамвайных рельсах возле Пушкаревского кольца. Все меняется, все меняется где-то в лучшую сторону, где-то ситуация становится хуже. Но Ульяновская область, на самом деле, напрямую зависит не от цен на сырье. Это может быть к счастью, да. А от общего состояния экономики, в первую очередь, состояния промышленности, государственных заказов, состояния авторынка, состояния строительства, строительного рынка и так далее. Поэтому, наверное, большой удачей нашего региона является то, что он очень универсальный. И если какой-то сегмент экономики начинает испытывать трудности, как, например, сегодня автомобилестроение, объективно, это не только сегодня беда, наверное, у Российской Федерации, не говорю, что об Ульяновской области, да. Это беда, наверное, всего мирового, автопрома, да. Да, уже жесточайшая конкуренция есть. И, конечно, наш ДААС, который сегодня, чего греха таить, очень серьезно отстал. Отстал в потенциале своем инвестиционном, отстал в технологическом уровне. И, как принято говорить, по большому ряду компетенций он сегодня не выдерживает конкуренции даже с российскими производителями, которые стали его конкурентами. Не говорю, что там про зарубежные, да. И сегодня задача владельцев ДААЗа эти компетенции расширить. И это очень тяжелая задача. Как я говорю, это происходит на фоне снижения объемов авторынка. Но сегодня, к сожалению, и ДААС не один такой. И сегодня, к сожалению, и АвтоВАЗ переживает не лучшие времена. Но очень-очень тяжелая ситуация. Региональная власть в данной ситуации, но она не может за руководство предприятия или за предприятие работать. Региональная власть, у нее задача одна – помочь людям. Потому что работа, те, кто работает на ДАА, это граждане, жители Ульяновской области. Вот помочь людям в этой ситуации мы обязаны. Каким образом? Ну, вот сегодня есть программа поддержки ситуации на рынке труда. Сначала региональный сегмент. В ближайшее время будет подписано соглашение с ДААЗом между региональной властью, нашим Минтруда и ДААЗом по компенсации части заработной платы работников, если они заняты на общественных работах. Это региональный бюджет будет стоить 17 миллионов рублей в течение двух месяцев. Это серьезные деньги. Но опять же, в этой программе будут участвовать только те, кто желает. Общественная работа – тоже специфический труд. Не все на них согласны. Некоторые говорят, нет, я не буду работать, я буду получать две трети, буду отдыхать или заниматься каким-то другим делом. Нет вопросов. То есть, это такая временная мера. Потом она, может быть, перейдет, источником станет федеральным бюджетом. Потому что такая программа есть на федеральном уровне. Мы сейчас работаем с федеральным уровнем. Если есть необходимость, есть будут предложения со стороны руководства ДААЗа по поддержке самого предприятия, как мы это делали два года назад, если помните, были определенные налоговые льготы и так далее, то эти меры тоже будут приняты. Но это не решит главные проблемы. ДААЗ должен найти свое место в экономике страны. Либо найти сбыт, и не обязательно это АвтоВАЗ. То есть, оторваться от своего 100% или 90% зависимости от АвтоВАЗа. И найти себе другие компетенции. Либо вернуться на ВАЗ в том объеме, в котором он был в советское время и так далее. Но это уже задача технологическая, это задача бизнеса. Вот именно, что как раз технологии. Потому что об импортозамещении тоже можно говорить, но это может остаться декларацией. Но мы должны понимать, что это все равно бизнес. Это все равно не государственный сектор. Мы за руководство ДААЗа не можем принимать решения. Наша задача, и мы не можем не только принимать решения, мы не можем даже помогать руководству ДААЗа. Подсказывать, создавать какие-то льготные условия, да. Но работать за них не можем. Помогать людям, вот то, что мы можем сегодня делать. Хорошо, вот по поводу помогать людям, еще несколько слов. Установка на адресность помощи. Это все здорово. И я так думаю, что ваши общественные приемные приходят с болевыми точками не просто пожаловаться на руководство предприятия, на управляющую компанию, которая вдруг неправильно выписала платежку, а с более, наверное, такими серьезными проблемами, как потери работы, как долги кредиторам, когда у нас чудовищный случай по поджиганию ребенка коллекторами. Но ведь есть еще при этом вот такие системные провалы. Знаете, на днях пациентка областной больницы рассказала мне такую ситуацию, что лекарств нет в областной больнице от элементарного там какое-то давления, да, повышенного. Потому что неправильно документацию оформили, какой-то конкурс там чуть-чуть сместился, и теперь позже придут туда лекарства. Вот как вал вот этих проблем может еще усугубить эту ситуацию, когда к вам за адресной помощью приходят? Ну, в чем заключается адресность помощи? Мы понимаем, что есть определенные категории людей, которые вот ситуативно оказались в тяжелейшей ситуации жизненной. Болезнь, там, как вы правильно говорите, там, какие-то долги безвыходной ситуации. Как один парень, которого я уже веду там на протяжении года, сирота, эпилептик. Мне на одну работу не берут. Слава богу, как сироте выдали комнату, но у него 5 тысяч всего пенсия, там, 6 тысяч пенсия. Он не может не только, там, оплачивать квартиру и себя на эти деньги содержать не может. Накопил там огромнейшие долги, там, 70 с лишним тысяч за плату жилищно-коммунальной услуги, из них 25 тысяч пень. То есть парень в безвыходной ситуации пришел, говорит, ну, помогите, я не знаю, я готов работать, я трезвый, я не опустился, я не бомж, я не алкоголик, я хочу работать. Вот, но мне не берут, узнают, что у меня эпилепсия, мне не берут. Параллельно, адресно, как вы говорите, лично, решаем сейчас вопрос по устройству на работе, устроили дворником, управляющей компанией. Второе, этот вал долгов, которые он накопил, нужно расшивать под руководством губернатора, вы знаете, работает комиссия, да, по адресной помощи, приняли решение, 80 тысяч парням выделили для того, чтобы он расшился и начал вот работать, и вышел из этой ситуации. Вышел из этой ситуации. Вот, когда мы говорим адресно, из таких единиц, из единиц складывается сотни тысяч людей. И вот, когда мы говорим о том, что этих всех людей нужно знать и им помогать, это вот то, что и называется адресно. Не просто раздавать всем по чуть-чуть. Вот мы когда на ДАЗе, кстати, спорили и искали выходы, подходы, да, один руководитель на ДАЗе стал, говорит, вы знаете, а зачем вот там кому-то поддерживать, да, вы просто возьмите эти 17 миллионов и раздайте всем там по 500 рублей. И что? Кому-то эти 500 рублей будут маны небесные, да, а кто-то их и не заметит. Кто-то уже нашел себе так другое занятие, да, и он там просто удивится, ну давайте, лишним не будет, да. А кому-то, может быть, 500 рублей не хватит, а тысячи хватит. Вот когда мы говорим об адресности, мы должны очень тонко подходить к тому, наша главная задача, вот почему мы, это не просто название адресности, наша главная задача, что если мы беремся помогать человеку, мы должны вывести его из этой ситуации. Что касается общих проблем в социальной сфере, например, лекарственное обеспечение, например, обеспечение больниц, тут важна не адресность, тут важна персональная ответственность. Вы помните, да, расхожее выражение Лазаря Кагановича, у каждой аварии есть фамилия, имя, отчество. Если мы сегодня, вот по всем этим ситуациям, в которых погружают наших сограждан конкретные специалисты, будем вторую часть вспоминать, а кто конкретно за это отвечал, и что этот ответственный как раз должен понести, вот тогда все, такие вещи очень часто перестанут быть, вот просто, понимаете. Да, Игорь Ильич, заканчивая разговор, не хватает нам, опять-таки, с вами времени, да, я думаю, что мы еще не раз встретимся в этой уютной обстановке, так в новом практическом сезоне, я так думаю, что рисков будет гораздо больше, чем в прежние годы. Ну, как говорится, не зря какие-то годы у нас называли тучными, когда были возможности реализовывать глобальные проекты, и мы их реализовывали, эти проекты. Единая Россия их инициировали, и, слава богу, мы время зрения теряли. Ситуацию, например, в дошкольном образовании мы реально улучшили, да, ситуацию с обеспеченностью спортивным объектом в Ульяновской области мы реально улучшили. Мы за 10 лет построили спортивных объектов больше, чем за 40 лет советского времени. Многие еще глобальные вещи сделаны были тогда, когда была возможна. Сегодня, вот в нынешнее время, мы должны, ну, просто каждую копейку беречь. Мы должны сегодня принимать только такие решения, которые реально позволят людям чувствовать себя защищенными. Ну, приятность покажет. Наверное. Спасибо за разговор. Спасибо за уютную обстановку. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»